всем доброе утром начинаем наш день идем на курсы вернее бежим потому что мы проспали тем не менее мы все равно пьем чай и кофе сейчас я вам покажу нас наш завтрак мы готовим всякие яичницы на завтрак не по утрам да не любим есть сладкое это так чисто мозг заработал но мы так себя успокаиваем что он заработает мы сразу выучим немецкий уже будем идти мы тогда включимся когда у нас будет перерыв скорее всего будет так что все всем приятного просмотра не права потому что агрессивный не идет красный святофорный если он долго уже был бы а был зеленый резко красный еще можно перебежать дорогу тем более ждали пока было видно что типа я иду то ждал машина подъехала она видела что хотела перейти дорогу настя на красный нельзя переходить дорогу нет если вот сейчас как долго мы стоим и я решила бы перейти да это стадо ты торопишься надо было зеленый резко красный жизнь одна жизнь одна ребят напишите в комментариях чтобы настя переходила дорогу по правилам она думает что это можно делать бегать на красный ужас пишите в комментариях кто прав я или на чем у нас перерывы мы хотели вам рассказать то что с вами приключилась может мы уже рассказывали но мы этого не помним поэтому если рассказывали то извините если нет то слушайте нашу прекрасную в кавычках историю что у нас случилось ность до меня опоздали но мы просто проспали проснулись очень поздно очень поздно 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 тоже и вот встаем все типа шок паника бежать надо я собираюсь собираюсь уходим на улицу же сами все идем на курсы я смотрю свои карманы у тебя же ключи да я тебе их давала я говорю нет ничего ты мне не давала я тебе давала ключи я давала тебе ключи вообще обычно настя всегда занимается открытием дверей закрытием и ключи всегда у нее всегда у нее ключи а что ты потом мне кажется большинство квартиры которые берут внутри захлопываются без ключа зайти никак но они именно ну те которые захлопываются и все то есть когда мы уходим нам не надо закрывать ключом они сами по себе захлопнулись и все ну и короче что я думаю что делать надо писать волонтеру который нам помогал с этой квартирой и потому что у нас нет другого выхода я ему написала эту ситуацию он говорит что да все нормально у меня есть запасные ключи я приеду после ваших курсов и открою вам дверь в общем это же если бы не он я бы не знаю что мы делали хорошо что вообще у него были ключи потому что ну реально а если они были бы у хозяйки а хозяйка например вообще там в другом городе например или работают до позднано в общем мы его тоже на улице часик подождали и благополучно попали к себе в квартиру что у нас завтра последний день на курсах завтра четверг у нас каникулы каникулы у нас длятся сколько две недели сейчас у всех начинаются каникулы первый модуль завтра мы пишем я не знаю что это будет скорее всего это будут тесты мы еще этого точно не знаем но вообще сейчас кто-то говорит что вообще ничего не будет ну вообще должно что-то быть по-любому я думаю какие-то тесты закрепить скажем так пройденный материал вот что еще вам рассказать а ну настя вам очень хотела рассказать по поводу пропусков на курсы что там все и так ребята хотела рассказать за курсы как вы знаете что курсы нельзя долго долго нельзя не ходить нужно ходить на курсы обязательно если вы там болеете то обязательно нужны справки вот сегодня день можно без справки один день там можно день там джок-центр сам за вас напишет одно заявление а все остальные справочка вы должны идти к врачу и просить у и ландр а преподаватель и у их до справки у нас не преподаватель пришел русский немец и все это объяснил говорит если более двух дней вас не было на курсах то вы обязаны принести справки а почему потому что джок-центр рассматривает потом сколько вас не было если более 3 4 5 6 7 так больше если очень много пропусков то возможно даже что он сказал что он способен да там какой-то процент и даже учительница наша уточнила она говорит я из этого не как она сказала не получают не получаю деньги то потому что у нас кстати у нас у одного там нашего я не знаю как назвать его парень который ходит на основе на парке парень ходит на курсы вайка автобус стройки он не пошел до был термин к врачу на получается что два дня ну да теперь как бы к нему вопрос он не ту какую-то бумажку принес да и там не понять шо и он не знает где взять они ему объясняют вот они и поэтому пришел этот русский немец объяснил что обязательно нужно это справочка потому что первых учительницы я так понимаю возможно это это все сами как они горит взаимосвязано поэтому возможно на и реально деньги не получает но это он тоже так сказал и возможно да что же центре реально будет рассматривать каждого человека сколько он пропускал и мы должны все ходить до четко каждый день до один день там можно я не знаю по каким-то вопросам своим пропустить потому что термины и так далее но все обязаны ходить каждый день это как работа нам это еще говорили поэтому здесь для нас это не открытие считаю для людей которые хотят звать немецкий понемножку нужно как-то потягивать и я считаю это прелестным прекрасным что прелестным опять мое любимое слово в студии поэтому ходите ребята вот мы ходим как бы там не было понемногу по чуть-чуть как-то продвижение идет и я думаю будем изучать конечно же еще больше немецкий язык все ребятки все дела сегодня подписывайтесь на наш канал ставьте лайки а еще хотела кое-что сказать у нас вышла там запись вопрос-ответ пожалуйста задавайте что я объясняю ничего страшно говорю хочу чтобы вы нам задавали вопросы а мы снимем вам видео вопрос-ответ напишите ваши вопросы мы хотим заснять это видео все вот хорошего настроения лайк подписка пока мы пошли на курсы времени мало всем пока